Всем привет, вы на канале Великий Геймс и сегодня мы реализуем возможность сохранения игры в Юнити. Я подготовил тестовую сцену, на которой три врага горизонтально передвигаются и при столкновении с бортиком происходит начисление очков. Также на сцене расположен куб, который можно поворачивать по оси Y. Перед тем, как мы начнем реализовывать систему сохранений, нам нужно знать, что такое сериализация. Сериализация это процесс преобразования объектов в поток байтов для сохранения или передачи в память или файл. Говоря простым языком, все наши переменные, массивы, коллекции и так далее преобразуются в набор байтов. Для того, чтобы преобразованные данные сохранить файл, нам потребуется файловый поток, который позволяет либо читать данные из файла, либо записывать их в него. Начнем с того, что добавим скрипт SaveLoadManager. В нем объявим два паблик метода, SaveGame и LoadGame. Для работы с сериализацией нам нужно подключить библиотеку System Rantime Serialization Formaters Binary. Для работы с файловым потоком нам нужно подключить System.io. Теперь объявим строковую переменную, в которой будем хранить путь к месту сохранения файла. Для хранения такого типа файлов рекомендуется использовать Application Persistent Data Path. В разных операционных системах этот путь отличается. Для Windows путь выглядит примерно так. Разрешение файла может быть абсолютно любое, в моем случае это GameSafe. Теперь, прежде чем мы напишем функцию сохранения игры, нам нужно объявить класс Save, объект которого мы и будем сериализовать. Для того, чтобы класс можно было сериализовать, перед его объявлением нужно добавить атрибут System Serializable. В этом классе должны храниться все данные, которые мы хотим сохранить. Например, я хочу сохранить позицию всех врагов, а также вектор их направления. Но тут есть одна проблема. Unity позволяет сериализовать только переменные примитивных типов, таких как Int, Flow, Double, Bull, String и так далее. А значит, что сериализовать тип Vector3 у нас не получится. Чтобы можно было сохранять вектор переменной, нам придется самим написать структуру вектора. Создаем структуру под названием Vector3 и не забываем добавить атрибут сериализации. Так как для одного объекта врага требуется сохранить два вектора, вектор позиции и вектор направления, удобнее всего будет объявить структуру EnemySafeData, в которой мы будем хранить нужные нам данные. Также перед объявлением структуры добавляем атрибут System Serializable. Теперь, так как у нас несколько врагов, для хранения их данных объявляем список типа EnemySafeData. Объявляем функцию SaveEnemies, принимающую список GameObjects, и в ней сохраняем значения позиций и направления, и заносим их в список EnemySafeData. Объявляем паблик список EnemySafeData, и в инспекторе добавляем в него наших врагов. Теперь в методе SaveGame объявляем BinaryFormator, с помощью которого мы будем сериализовать данные. Также объявляем файл Stream. Первый аргумент – это путь к файлу, второй – это режим работы. Для записи файла используем режим Create. После этого объявляем перемену сохранения и вызываем метод SaveEnemies, в котором передаем список наших врагов. Затем вызываем метод Serialize из нашего байнари-форматора. Первым параметром передаем наш файловый поток вторым данные, а то есть переменную Save. После чего файловый поток нужно закрыть. В методе LoadGame проверяем, существует ли файл с нашим путем, и если нет, то выходим из функции. Далее объявляем форматор, а также файл Stream с режимом Open, так как мы будем читать из файла. Объявляем переменную Save и записываем в нее десериализованный файловый поток. Так как поток представлен типом Object, явно приводим его к типу Save. После чего закрываем поток. Теперь у нас есть сохраненные данные, однако теперь их нужно применить. Переходим в скрипт EnemyMovement и объявляем метод LoadData, принимающий на вход переменную типа EnemySafeData. В методе мы меняем значение векторов позиций и направления. Теперь в Save.LoadManager мы в цикле проходимся по каждому врагу из списка EnemySafeData и вызываем у каждого объекта из списка EnemySafeData метод LoadData. Главное, не изменять список после сохранения, так как тогда порядок объектов будет нарушен и данные загрузки некорректно. Добавляем две кнопки, одну для сохранения и одну для загрузки. При клике на кнопку сохранения вызываем Save Game, а при клике на загрузку – Load Game. Запускаем, сохраняем, затем немного ждем и загружаем. Все работает. Теперь, например, я хочу, чтобы количество очков также сохранялось. Для этого в класс Save добавляем переменную Score. Объявляем переменную GameManager, ведь переменная очков хранится в нем, и инициализируем ее в старте. Затем в Save Game перед сериализацией мы заносим значение переменной очков. А в Load Game это значение достаем. Запускаем. Работает. Также на сцене находится куб, который мы можем вращать. Для того, чтобы сохранить его значение поворота, в классе Save мы объявляем структуру CubeSafeData. Однако значение угла имеет тип данных Quaternion, а его, как и вектор, мы сириализовать не можем. Так что нам придется самостоятельно реализовать и его. Объявляем структуру Quad, после чего добавляем соответствующую переменную в CubeSafeData. Так как у нас на сцене может быть несколько таких кубов, поворот которых мы хотим сохранить. Добавляем список CubeData. По аналогии с SaveEnemies объявляем метод SaveCubes. В нем мы для каждого объекта из списка создаем наш аналог Quaternion и сохраняем список CubesData. В скрипте CubeMovement нам нужно добавить функцию LoadData, в которой мы изменим поворот на сохраненные значения. В SaveLoadManager объявляем паблик список CubeSaves и в инспекторе добавляем в него наш куб. В методе SaveGame вызываем SaveCubes. А в LoadGame по аналогии с врагами в цикле запускаем для всех кубов в LoadData. Запускаем. Все сохраняется. Теперь, если вы хотите добавить новый тип объекта для сохранения, то просто объявляйте новую структуру в классе Save и делайте все по аналогии с показанными мной примерами. На этом на сегодня все. С вами был Кирилл Великий. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Приходите на стримы каждое воскресенье в 17.00 по Киеву. А также для желающих поддержать канал в описании есть ссылка на Patreon. Удачного геймдева! Субтитры сделал DimaTorzok